всем добрый день сегодня мы поговорим о том можно ли и нужно ли делать пилинги летом и что вообще такое из себя представляет летние пилинги имеется ввиду химические конечно пилинги они просто какая-то эксфолиация абразивным веществом разберем какие кислоты бывают какие можно использовать теоретически летом как обезопасить себя от каких-то негативных моментов в использовании эксфолиации такой химической летом то есть вот такую тему сегодня обсудим кратенько значит что в первую очередь надо понимать да существует две такие важные позиции в работе с кожей это может быть позитивная стимуляция и негативная стимуляция то есть когда мы стимулируем какие-то функции улучшаем ресурс там кожи например гидрорезерв увлажнение и так далее это позитивная стимуляция если мы стимулируем обмен веществ клетка за счет каких-то активных веществ например бифлавоноидов или каких-то процедур использующих физические факторы тепло тока электрический утро звук и так далее и стимулируем опять-таки деятельность клеток или каких-то органов и систем это называется позитивная стимуляция а если же мы допустим что-то повреждаем для того чтобы организм начинал репаративные свои процессы и за счет этого мы получили например омолаживающий эффект или там работаем с орбцами и так далее это негативная стимуляция негативная стимуляция за счет повреждения какого-то но в косметологии и медицине это контролируемое повреждение и кислоты как раз как правило используются для второго варианта это негативной стимуляции то есть как правило основная их функция это кератолитический эффект то есть отшелушивание отшелушивание за счет повреждения рогового слоя, а иногда и более глубоко лежащих слоёв эпидермиса и даже вплоть до дермы. Естественно, летом такие пилинги срединные, допустим, не делаются, имеется в виду поверхностная какая-то активность кислот, но химические пилинги – это практически всегда негативная стимуляция. И надо понимать, что любая негативная стимуляция, будь то пилинг или какая-то травматизация кожи или даже разрешение воспалительного элемента – это всегда при воздействии ультрафиолетом на эту зону может привести к возникновению, например, пигментации и каким-то ещё не очень приятным процессам. И для того, чтобы, допустим, использовать в период активного солнца какую-то негативную стимуляцию, будь то химические воздействия, будь то какие-то агрессивные воздействия физическими факторами, нам нужно в первую очередь защитить кожу от воздействия ультрафиолетовых лучей, потому что большинство таких эксфолирующих агентов повышают чувствительность, восприимчивость кожи к ультрафиолету и, соответственно, могут вызвать в самом простом случае пигмент нежелательный. Поэтому, конечно же, мы понимаем, что не все регионы имеют такой климат, как, например, в средней полосе. Есть регионы, в которых солнце круглый год. И поэтому, естественно, какие-то омолаживающие воздействия или воздействия направлены на борьбу с гиперкератозом и вообще стимуляция обновления кожи, репаративных её каких-то процессов происходит и в тех регионах, где солнце круглый год. Поэтому, в общем-то, использование активного ретинола, кислот, пилингов различных, шлифовок, лазерных каких-то процедур, повреждающих, это нормально. В общем, не только там, где есть осенний-зимний период. Но должна быть культура защиты от солнца очень развитая для того, чтобы это можно было использовать. Поэтому, например, людям, которые консультируются по поводу использования активного ретинола и проживают где-нибудь в Калифорнии солнечной, да, или в Израиле, можно рекомендовать эти средства использовать летом. Они прекрасно знают, как защитить себя от солнца. А вот наши люди, проживающие с нами в одном регионе, не всегда готовы использовать, например, даже в осенне-зимний период СПФ. А летом тоже относятся к этому достаточно спустя рукава, может так выразиться. Так вот, что в первую очередь надо понимать. Кислоты бывают тоже разные. Есть несколько разновидностей кислот. Это АХ-кислоты, так называемые, фруктовые кислоты, ну, самые известные гликолевые, молочные, миндальные тоже относятся к АХ-кислотам, яблочная кислота, винная, перенаградная и так далее. То есть эти кислоты самые распространённые как раз в составе пилингов или каких-то косметических средств, направленных на улучшение обновляющей функции кожи. Есть полигидроксикислоты, они похожи немножечко по своей химической структуре, просто они содержат больше гидроксидных групп. Это вот табионовая кислота и глюконолактон. Они помягче действиям, ну, и АХ-кислоты тоже в зависимости от величины молекулы имеют различные действия. Например, миндальная имеет крупную величину молекулы, действует более поверхностно. Гликолиевая имеет маленькую величину молекулы, проникая глубоко, действует более глубоко. Поэтому в составе интерлетних пилингов вы вряд ли найдёте гликолевую кислоту. Есть кислоты бета-гидрокси, это салициловая самая известная, есть ещё разновидность её липосалициловая кислота, более мягкая. Это как раз такие жёсткие кератолитики, используются в небольшом проценте и в уходовых средствах для проблемной кожи и в пилингах, но у них основной эффект, да, у бета-гидроксикислот это комедонолитический, то есть кератолитик, комедонолитик, то есть растворяя официальные пробки, грубо говоря. Есть азолоиновая кислота, это разновидность двухосновных карбоновых кислот, то есть это кислота, которая, в общем-то, не является какой-то такой фототоксичной кислотой, но, конечно, тоже в летний период, если мы используем для лечения проблемной кожи лирозация, азолоиновую кислоту, мы должны защищать более тщательно кожу от солнца. Она как раз в первую очередь работает с пигментом, ингибируя ферменты резиназу, она обладает противоуспалительным эффектом, она обладает бактерицидом, то есть используется в основном для проблемной кожи. Есть коевая кислота отбеливающая, то есть это она может и в составе пилингов входить, и может в уходовых средств отбеливающих, как правило, в нашем регионе это используется в осенне-зимний период. Так вот, какие кислоты можно использовать летом? В первую очередь это миндальная кислота, считается такой как бы золотой стандарт летней кислоты, у нее есть как бы и легкая отбеливающая функция, и антибактериальная, и комезонолитическая, но она имеет крупную молекулу, она работает достаточно поверхностно, она не обладает сильным раздражающим эффектом, поэтому вот этой негативной стимуляции такой большой нет, кожа не повреждается сильно. И она может быть в составе так называемых летних пилингов. Молочная кислота, причем если ее достаточно небольшой процент, она будет работать как увлажнитель. И третий вариант, это фируловая кислота. Фируловая кислота, на самом деле, она в большой какой-то концентрации будет работать как кератолитик, но в небольшой концентрации, как правило, ее используют, она работает как один из самых мощных антиоксидантов. Соответственно, вот этот комплекс из этих трех кислот, это такой хороший вариант летнего пилинга, либо по отдельности, либо вместе. И азолоиновая кислота, ну чаще всего все-таки, опять-таки говорю, для проблемной кожи используется, она тоже не обладает такой вот сильной способностью повышать восприимчивость кожи к ультрафиолету, поэтому тоже может в составе летних пилингов использоваться, либо средств, которые используются для проблемной кожи, для регулярного ухода, как сыворотка стопокнен, например. Вот есть еще, конечно же, кислоты, которые не являются, по сути, кислотами, просто имеют свое название. Это слово гиалуроновая кислота, все прекрасно знаете, да, увлажнитель или образователь, плюс гиалуроновая кислота низкомолекулярных фракций обладает и сиборегулирующим эффектом, то есть она рожает кожное сало, она способствует образованию нормальных церамидов нашего липидного слоя, да, то есть гидролипидный барьер, можно сказать, реконструирует и используется как раз для регулярного ухода. Есть еще восстановители барьерной функции, такие как линолевая, линоленовая, ну, то есть незаменимые жирные кислоты, есть альфа-липоевая теоктовая кислота, есть никотиновая кислота, которая основное ее действие это сосудоукрепляющие, да, то есть воздействует на капилляры, как венитоник, снимает отечность, обладает и частично противовоспалительным эффектом, частично сиборегулирующим, то есть в зависимости от и концентрации, и в комплексе, с чем она находится, но это уже не кислоты эксфолиирующие, это уже совершенно другие компоненты. Так вот, если обобщить, для чего нужны пилинги, да, кератолитический эффект, то есть ускорить обновление кожи, это легкое отбеливание, либо поддержание кожи в нормальном состоянии, да, без сильного пигмента, это противовоспалительный эффект и это увлажнение. И для этого мы можем в первую очередь использовать те кислоты, которые не обладают явным фототоксичным действием. Это молочная, миндальная, фируловая и азолаиновая кислота. Самое главное, защищать в период использования, ну и вообще летом всегда, кожу от солнца с SPF-фактором средства использовать под 30 и выше, да, то есть ориентируемся на индекс инсоляции, больше 4, там от 4 до 6 нам нужно как минимум 30, больше 6, если индекс инсоляции в прогнозе погоды смотрим, то нам нужно SPF 50, если есть склонность к образованию пигментации, то с первых лучей весеннего солнца начинаем использовать 50, то есть это такие основные правила. Средства с антиоксидантами опять-таки помогают уменьшить восприимчивость к культур-фиолету и такие вот нехитрые правила позволяют нам не делать большие перерывы в регулярной эксфолиации, в ускорении обновления кожи, в омолаживающем эффекте, который мы ждем в летний период. Вот, наверное, все, что я хотела сказать о летних пилингах, о летних кислотах. Если будут вопросы, задавайте их в комментариях, с радостью на них отвечу. Подписывайтесь на наш канал, нажмите все кнопочки, которые там надо, колокольчики и мы постараемся радовать вас новой какой-то информацией на тему косметологии.